Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Из беседы святителяна Затаустова по Евангелии от Иоанна Апостола этого окружает горние силы, девясь благообразию души его, разуму и красоте его добродетели, которую он привлек к себе и самого Христа и получил благодать духовную. Настроив свою душу подобно благозвучной, украшенной драгоценными камнями, имеющей золотые струны лири, он достиг того, что через нее духом возгласил нечто великое и возвышенное. И так будем внимать не рыбарю, не сыну Зеведееву, но тому, кто ведает глубины Божьи, то есть духу, движущему эту лиру. Он ничего человеческого не будет говорить нам, но все, что не скажет, будет из глубины духа, из тех тайн, которые даже ангелы не знали прежде, нежели они совершились. И ангелы вместе с нами через глаз Иоанна и через нас научились тому, дабы ныне сделались и известны через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Из посланий к Ефесянам 3 глава. И так, если и начало, и власти, и Хюрвимы, и Серафимы познали это через церковь, то очевидно, что и они с великим тщанием занимались этим поучением. Таким образом, мы и тем уже немало почтены, что ангелы вместе с нами научились тому, что прежде не знали. А что они узнали, и через нас об этом пока не буду говорить. И так скажем и мы со своей стороны безмолвное благоговение, не ныне только и не на тот только день, когда слушаем, но в продолжении всей своей жизни. Потому что слушать его всегда хорошо. Если нам желательно знать, что делается в чертогах царских, как, например, что делает или предпринимает царь касательно своих подданных. Хотя часто это нисколько не относится к нам. Но не гораздо ли более вожделенно слышать, что изрек Бог, и особенно когда все это нас касается. А все это Иоанн полностью скажет нам, как друг самого небесного царя, или лучше, как такой муж. Который имеет в себе Его самого, говорящего от Него, слышал все, что Он от Своего Отца слышал. Аминь. Кто готовился к исповеди, оставайтесь.